Моё сообщение. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Рада вас приветствовать! Сегодня мы с вами работаем над самой животрепещущей темой, потому что всем нам нужно спасать мозг, спасать кору надпочечников и спасать просто какое-то своё внутреннее мироустройство. Поэтому сегодня я кратко, но очень ёмко расскажу вам, что мы можем с вами, лично каждый из нас, сделать для своей гипоталама, гипофизарно-надпочечниковой системы. А это то основное, что реагирует на стресс. Кто меня видит в ютубе, тому чуть больше повезло, извините, они ещё увидят мою презентацию. Но кто меня смотрит в инстаграме, пожалуйста, акцентируйтесь на мой голос и желательно ввести конспект здоровья. Я, конечно, вам конспект здоровья покажу, где его увидеть и скачать, но желательно вот всё, что записано вашей рукой, это то, что самое важное для вас. И задача это не просто выслушать сейчас, потратить со мной время, но и обязательно применить в жизни. Итак, стресс — это нормальная реакция на изменяющиеся какие-то события внешнего мира. и это нормально с точки зрения выживания. То есть стресс нам дан для того, чтобы убежать, для того, чтобы спрятаться, для того, чтобы начать действовать иначе. Для этого нужен стресс. Но когда ситуация не решается, это уже называется дистресс, когда человек чувствует, что он совершенно не влияет на ситуацию, что ситуация влияет против него, этот дистресс — самая изнашивающая технология. И сегодня мы с вами поработаем над тем, как не позволить дистрессу убить себя. Итак, друзья, острый стресс и хронический, давайте просто разберёмся в понятиях. И острый стресс, и хронический стресс рождается, вот все реакции стрессовые рождаются от реакции надпочечниковой системы. Друзья, будет висеть время от времени, вот, потом будет развисать. У меня показатели интернета хорошие, вот, поэтому... Ага, соединение прервано, ну сейчас, тогда попьём водички. Сейчас, 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 если пошла опять трансляция, скажите мне. Связь постоянно прерывается, к сожалению, я не могу на это влиять. У меня трансляция отличная. У меня очень хороший вход в интернет. Вот, Юра скажет мне, зависла, ждём, чтобы развисла. Хорошо, сейчас, извините, трансляции просто нет. Вот, соответственно, соответственно, немножко ждём, немножко ждём. Немножечко ждём, немножечко ждём. Ну, так, 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 как дела, как дела? Если связь, у меня показывает, что связь вообще отличная. Идём в инсту. Ну, можно идти в инсту. Инстаграм меня вроде бы слышит, да? Нет звука. Ну, сейчас разберёмся. Так. Всё висит? Ну, в инстаграме должно быть меня слышно. Связь есть, да? Ну, давайте так. Буду продолжать работать в инстаграме. Если, как только в ютубе появится опять связь, значит, скажу, ну, немножко кратенько перескажу. Инстаграм слышит, да? Итак, друзья, кто меня слышит? Есть острый стресс, и это проделки катахоламинов. Катахихоламина — это адреналин и норадреналин. Ну, такие самые-самые знаменитые. Адреналин и норадреналин. И они рождаются не в коре надпочечников, они рождаются в мозговом слое надпочечников. Вот. И это острые стрессовые гормоны. Как от них защититься? Как только, ну, что-то такое острое и стрессовое произошло, неприятное известие, горе прям вот в этот момент свалилось, или что-то вот ещё. Что нужно сделать? Надо, как ни странно, отбегать это. Или отбоксировать. Или, ну, вот какая-то физическая нагрузка. Какая-то очень активная физическая нагрузка должна быть. Потому что эти катахоламины, адреналин, норадреналин, они ходят в крови, циркулируют в крови какой-то небольшой промежуток времени. Ну, буквально 5, 10, 15 минут. Длительное время, они просто, у них период жизни очень короткий. Но в этот период их жизни они наносят самый серьёзный урон. Зачем нам даны эти катахоламины? Они нам даны для двух реакций. Или кого-то бить, или от кого-то убегать. И эти реакции, они построены на том, что меняется частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, человек бледнеет, и улучшается кровоснабжение мозга и так далее. Для того, чтобы очень хорошо отреагировать на острый стресс. Поэтому, если вы прожили в себе этот острый стресс, вы себе навредили. Если вы его отработали, оттанцевали, отбоксировали, отбегали, то он на вас, ну, как бы мимо, что называется. Теперь поговорим о хроническом стрессе. Это ситуация, когда травмирующий агент работает, и с ним ничего поделать нельзя. Это не в ваших силах, это не в вашей воле. Вы не можете изменить ситуацию, и это длится какой-то промежуток времени. И вот здесь уже работает гипоталама, это головной мозг, гипофизарна, тоже головной мозг, надпочечниковая система. В гипофизе делается гормон КТГ. Он стимулирует синтез гормонов уже в коре надпочечников. И это стрессовые гормоны типа кортизола. И здесь не только кортизол, глюкокортикоиды выделяются, но еще и минералокортикоиды. Вот эти минералокортикоиды, выделяющиеся, например, альдостерон, сначала повышают уровень артериального давления, дают отеки, приводят к полиурии, человек большое количество мочи теряет. Потом, наоборот, происходит истощение этой системы, и все меньше и меньше альдостерона, и, соответственно, у человека, наоборот, снижается артериальное давление, и непонятно, что с этим делать. Глюкокортикоиды — это гормоны, которые, в принципе, на иммунный ответ работают, тоже поддерживают уровень глюкозы, например, в крови и так далее. То есть все наши жизненно важные функции, а на самом деле поддерживается корой надпочечников. И там тоже происходят очень разрушительные процессы. Давайте, чтобы это не было так голословно с моей стороны, мы сейчас с вами займемся такой самодиагностикой. Займемся самодиагностикой. Да, когда человек в стрессе, и какой-то другой человек в стрессе говорит, ну, запасись терпением, и это пройдет. Ну, как бы, знаете, не совсем успокаивающие вещи. Я, конечно, понимаю, что все пройдет, но это не совсем успокаивающие вещи, поэтому заметили, как сейчас с вот такими фразами, нерабочими на самом деле. Но я должна сказать, что действительно все пройдет, но сначала мы должны понять, как раз работать с собой. Сейчас я вам задам порядка семи вопросов, а вы мне на них ответите. Точнее, не мне, а себе. Можете мне не отвечать, а у вас будет 10 пальчиков, которые вы в конечном итоге зажмете или не зажмете. Зажмите первый пальчик, если вы чувствуете усталость, трудно поднять себя утром с кровати и хоть как-то работать в течение дня. Вот. Это низкая работоспособность в течение дня. У кого такое есть, это определенная стадия истощения коры надпочечников, которая может привести, в принципе, к болезненному состоянию, которое называется недостаточность коры надпочечников. Зажали пальчик. Второй пальчик зажмите, если есть трудности с подъемом каждое утро, даже после длительного сна. Причем здесь один пальчик зажмите, если вам просто невозможно уснуть. Настолько много этих стрессовых гормонов плавает в крови, что просто невозможно успокоиться и заснуть на ночь. Вообще никакой возможности. Это первая стадия истощения коры надпочечников, когда кортизола еще много в крови. Но наступит вторая, когда кортизола уже будет мало. Если у вас первая стадия, один пальчик зажмите. Если вторая стадия, сейчас озвучу, два пальчика зажмите на этот пункт. Эти люди, у которых уже мало кортизола в крови, у них ранний подъем. Так как кортизола мало, уровень глюкозы утренний падает очень рано. И человека подрывает в 5-6 часов утра от чувства голода. Надо пойти и поесть. Сюда же к варианту относятся ночные дожоры, когда человек в 2-3 ночи еще не спит и постоянно что-то подъедает. Вот это значит два пальчика зажмите. Третий вопрос, который я вам задаю, низкая стрессоустойчивость и апатия. Это когда вы о себе можете сказать, это когда вы о себе можете сказать, что вы человек достаточно активный. Вы человек достаточно активный, но сейчас ваша работоспособность и вообще вера в то, что вы идете вперед по жизни, она какая-то нулевая нехватка, энтузиазм. Вот еще один пальчик зажмите. Еще один вопрос, который вам задам. Если у вас появилась тяга к соленой пище, это уже включились минералы-кортикоиды, тот самый альдостерон. Сначала альдостерона много и объем мочи маленький. То есть вы ведете себя как обычно и почти не писите. А потом, когда количество альдостерона уже маленькое, то есть истощается этот защитный механизм, вы теряете большое количество прозрачной мочи, в которой все-таки растворено большое количество электролитов. И соответственно вы теряете электролиты, и организм просит, ну подсоли еще немножечко пищу, подсоли еще немножко пищу, потому что очень много потерял. Вот, это тяга к соленой пище. Следующий пунктик нажмите, пожалуйста. То есть загните пальчик. Если у вас, вы заметили, что это частое мочеиспускание раньше, ну ходили в туалет и ходили, а сейчас чаще, и особенно по ночам. Особенно по ночам это вот очень частое явление. Следующий момент, всплески энергичности по вечерам. Зажмите пальчик, если вы замечаете, что утром вы не можете проснуться, в средине дня вы как сонная муха, но к вечеру прям энтузиазм, прямо работоспособность, прям рвет на какие-то подвиги. Это у нормальных людей, с нормальной психикой в смысле. Вот, количество кортизола утром максимальное. Вот вы проснулись на максимальном для себя уровне кортизола. В течение дня этот кортизол отрабатывает, его уровень снижается в организме, и где-то к 22 часам ночи уровень кортизола на самом деле минимальный. Вот, но если происходит истощение этой системы, то, соответственно, возникает совсем другая ситуация, когда уровень кортизола раскочегаривается где-то к вечеру, и вечером ночью тянет на вот такие вот всякие активности. Вот это всплески энергичности по вечерам. Есть. Седьмой пунктик, который я хочу вам озвучить, это надпочниковая система. Она очень связана со стрессом и очень серьёзно связана с иммунитетом. Когда кортизола много, как любой глюкокортикоид в том числе, он угнетает работу иммунной системы, поэтому люди часто болеют. Зажмите один пальчик, если вы часто болеете. Но если вы перешли в следующую стадию износа коры надпочечников, когда кортизола уже мало, глюкокортикоидов уже мало, то это стадия, когда рождаются аутоиммунные, аллергические различные заболевания. В основном аутоиммунные, тогда зажмите два пальчика. Это ослабление иммунной системы. На первом этапе частые ОРВИ, частые заболевания. На втором этапе это аутоиммунные состояния. Итак, резюмирую. У нас есть несколько фаз. Это не медицинское понятие. Истощение коры надпочечников. Это не медицинское понятие. Фаза номер один. Драться или спасаться. Проходит на высоком уровне кортизола. Но многие из вас мне дают анализы с этим кортизолом. Я вижу в крови высокий кортизол или нормальный кортизол. Но я должна сказать, что прочитать этот анализ совершенно невозможно. Кортизол настолько маленький, низкомолекулярный стероидный гормон. Его вариабельность в течение суток настолько высока. И чувствительность к нему лабораторного оборудования настолько презрительно низка, что смотреть кортизол в крови – это пустая трата средств. Поэтому можете не дергаться и в крови кортизол не сдавать. Итак, первая фаза. Пациент готов драться или спасаться. Как правило, мы это не можем достоверно знать. Но в крови высокий уровень кортизола, который уловить на самом деле очень проблематично. Вторая фаза – это развивающийся синдром недостаточности коренотпочечников. Это когда утренний кортизол уже нормальный, потому что он сначала был высокий, а потом начал падать. И третье – это уже прям не истощение коренотпочечников. Это болезнь, которая называется недостаточность коренотпочечников. И лечится только докторами и только глюкокортикоидами. Понимаете? Вот такая вот ситуация. Вот такая вот штука. Это фаза истощения коренотпочечников. Ну что, глядя, я не знаю, сколько у вас получилось этих плюсиков, сколько вы пальчиков загнули. Давайте посмотрим, сколько у вас получилось. У кого сколько пальчиков оказалось загнутыми. Вот, в целом, один-два признака положительных из десяти. Я семь вопросов задала, но вы могли десять пальчиков загнуть, потому что некоторые вопросы по одному или по два пальца мы загибали. Вот, один-два – это, ну, считайте, что это первая фаза истощения. Три и более – это вторая фаза истощения. Третью фазу, ну, как правило, я не вижу, потому что это тяжелобольные люди, которые лечатся у докторов глюкокортикоидной терапии. Вот, такая вот вещь. Ну что, кто готов пальчики свои посчитать? А теперь, что мы будем делать, друзья? Что мы будем делать? Да, по поводу кортизола. Я тут немножко нагнала на кортизол, но его можно смотреть, если вы хотите провести себе диагностику, но только в слюне, только в слюне. Причем одного замера кортизола слюны будет недостаточно. Нужно сделать замер, как только проснулись, это утренняя слюна, и в 22.00 по вашему местному времени, если вы ложитесь раньше спать, ну, значит, 21 по местному времени, второй замер. И как его интерпретировать? Если утренний замер на 50% выше, чем вечерний, то все хорошо. Вот так вот оно и должно быть. Если разница между этими замерами менее 50%, то это сбой в регуляции системы, и вы действительно находитесь в дистрессе, и это действительно так. Теперь давайте думать о том, что мы можем сделать. Пункт 1. Витамин С. Запишите, пожалуйста, витамин С. Хотела вам показать картинку, но не могу. Дам картинка такая. Холестерин. Представьте себе такую молекулу. Циклопентан, пергидрофенантрена. Красивая молекула, и у нее красивый большой хвост. Вот. Это холестерин. Из холестерина делаются абсолютно все стероидные гормоны. То есть это общий предшественник всех стероидных гормонов. Соответственно, кортизол, альдостерон, женские половые, мужские половые, это все стероидные гормоны, это все делается из холестерина. Но витамин С участвует в отрывании этого хвоста. Витамин С не сразу весь хвост от холестерина отрывает, а он проводит с ним модификации различные. Поэтому мы получаем огромное количество, порядка 500 различных стероидных гормонов. Поэтому витамина С для производства стероидных гормонов тратится просто невероятное количество. Невероятное количество. И если вы утром съели две дольки лимона и думаете, что витаминчиком С вы сегодня подзарядились или выпили шиповник, люди заваривают, шиповник люди заваривают, они берут сухой шиповник для того, чтобы взять грамм, а нам нужен грамм витамина С, нужно 100 грамм сухого шиповника взять, заварить, если вы будете заваривать это кипятком, то исчезает витамин С в металлическом термосе, исчезает витамин С с контакт с воздухом, с лучами света, исчезает, просто ломается этот витамин С, просто не будет работать. Поэтому я понимаю ваше желание, что сейчас нет возможности себя поддерживать, НСП как положено, нет такой возможности. Но с помощью лимона вы витамином С не подзарядитесь. Или вам придется 1 килограмм лимонов съедать, 1 килограмм 200 грамм лимонов съедать каждый день, или 100 грамм сухого шиповника прям брать и съедать, это нереально. А витамин С придется дать, придется дать, для того, чтобы вот эта надпочечниковая система работала. Вот, что еще важно в витамине С? Одна девочка мне написала, ой, я купила 2,5 килограмма витамина С, за какую-то очень смешную сумму денег, вот, и можно ли такое давать семье? Друзья, нельзя. Вот смотрите, в природе, природа все предусмотрела, она никогда в жизни вам витамин С в лимоне в чистом виде не даст. Она даст витамин С плюс флавоноиды. А в грейпфруте витамин С плюс грейпфрутовые флавоноиды. В шиповнике витамин С плюс рутин, гисперидин, понимаете? Потому что витамин С в чистом виде, вот в том синтетическом чистом виде, который продается за сущие копейки в супермаркетах, в аптеках, это без флавоноидов. И лучше вообще ничего не есть, чем есть такой позорный витамин С, потому что витамин С не всегда является антиоксидантом. В организме есть такая травмирующая, очень травмирующая реакция, она называется реакция флеттона. Она идет в присутствии витамина С, только навредить. Реакция флеттона идет в присутствии железа, копрома, и это очень травмирующая реакция с витамином С, друзья. Так нельзя. Как мы будем работать? Вы утром просыпаетесь, понимаете, что вы не можете себя соскоблить с кровати. Друзья, все вопросы в конце. Я не уверена, что я сейчас готова отвечать на вопросы, но там где приобрести, где взять конспект здоровья, о котором я сейчас говорю, я все расскажу. Итак, утречком просыпаетесь, не можете себя соскоблить с кровати. Берете 1 грамм витамина С с флавоноидами, и я думаю, что везде есть возможность купить пчелиную пыльцу. И пол ложечки пчелиной пыльцы. И съедаете все это дело. И пытаетесь начать жизнь. Если в течение двух часов вы смотрите, два часа прошло, а ситуация по работоспособности вообще не улучшилась, то тогда что делать? Повторяем ситуацию. Опять повторяем. И так можно повторить пять раз в день. Но обычно хватает двух раз. Запускается этот движок, достаточно быстро запускается этот движок, и человек начинает спокойненько себе быть работоспособным. Второй момент. Истощение коры надпочников связано с тем, что полностью нарушаются циркадные ритмы. Циркадные ритмы — это вот тот самый кортизол, который должен быть максимальный утром и минимальный ночью, чтобы человек мог спокойно заснуть. А так как это всё дело нарушается, нам нужно с вами обдумать алгоритмы отхода ко сну. Кстати, плюсики поставьте, кто потерял сон. Вот. Первое. Надо прогуляться вечером. Если вы живёте на территории, где можно гулять вечером. Сейчас не все такие территории, да? Пожалуйста, прогуляйтесь вечером. Пусть эта прогулка будет не пробежка, а просто приятная прогулка. Наденьте столько одежды, чтобы вам не было ни холодно, ни жарко, и прогуляйтесь. Потом вернитесь домой. И в этот же момент вы должны понимать, что вы не можете заглядывать в гаджеты вообще и не имеете право включать телевизор, несмотря на то, что вы хотите узнать, что же там произошло, да? Нет. Мы не включаем никакие гаджеты. Вы уже сделали большое дело. Вы дали себе минимальную физическую нагрузку на ночь. Придите и доделайте. Это алгоритм отхода ко сну. Мы не включаем никаких гаджетов. Мы готовим себе седативный чай. Есть валерьяна? Хорошо. Пусть это будет валерьяна. Мой любимый вариант, у кого есть доступ, это валерьяна, шишечки хмеля и стратосвета. То есть это три в одном. Это комплекс валерьяны. Это в капсулах, это производство НСПИ. Я уже, ну не знаю, лет 10 пользуюсь этой схемой. Просто две капсулы завариваю кипятком и иду в кровать. И в этой кровати главное не открыть гаджеты. Надо запастись какой-то нудной литературой, бумажной. Ну я не знаю, сапромат, например, или высшая математика, под которую очень хорошо засыпается, потому что оно просто невозможно читать. Вот, пьёте седативный чай и читайте бумажную книгу. Она не должна вас вдохновлять и восхищать. Просто читайте любую нудную бумажную книгу. Шторы. Очень важно, чтобы ваши шторы не пропускали свет. Это невероятно важно. Вот я сейчас страдаю, потому что мои шторы, у меня отсутствуют шторы. Переехала и вот здесь отсутствуют шторы. Вот. И, ну в общем, я бы, конечно, и подольше поспала, но солнце не даёт возможности. И засыпаю я не в полной темноте. Поэтому тоже нарушение сна лично у меня. Но мы уже работаем над этим. Через день, через два у нас будут плотные, приплотные шторы. А такие, что в полдень, если они закрыты, в доме полная тьма. Пожалуйста, это очень важно. Дальше. Ложитесь спать и вставайте всегда в одно и то же время. У вас не должно быть разницы. Это воскресенье или это какой-то рабочий день. Всегда в одно и то же время. Иначе вы сбиваете циркадные ритмы. Именно. Да, на глаза повязка тоже очень хорошо, потому что световоспринимающие рецепторы, и они в коже, вокруг глаз на самом деле находятся. Да, маска для сна тоже замечательная. Вот. Ну, что-то у меня особенности. Не могу, когда ко мне прикасается что-то к лицу, поэтому будут шторы. Дальше. Есть разогревающие мази. Например, на основе камфоры. И мне они помогают вырубиться. Я не знаю, какими вы можете сейчас пользоваться, если у вас есть стратегический запас Тайфу. Вот. Стратегический запас Тайфу на основе камфоры. Там есть экстракт эфирное масло зимолюбки с убаюкивающим эффектом. Ну, в общем, мне, честно говоря, очень сильно помогает. Берете Тайфу, между ладошками растираете, и трапециевидную мышцу правую, ее промазали хорошенечко, левую промазали. И надо немножко виски помазать. Главное, глаза не открыть, потому что такая очень интенсивный запах у этой мази. Ну, в общем, глазки потом открыть не сможете. И все. И ждите, пока начнется вот это тепло. Чувствуйте его, следите за ним и проваливайтесь в сон. Это прям алгоритм, друзья. Этот алгоритм, ну, он годами буквально создан. Есть люди, которые не могут заснуть не потому, что нервничают, не потому, что горе, не потому, что что-то, ну, все поломалось, а потому, что у них просто болит тазобедренный сустав, например, или тянущие боли внизу живота, или еще что-то. Тогда мы можем не комплекс валерьяна использовать. Мы можем использовать не на всех рынках. Есть в Европе, нет, к сожалению, но в Америке есть, и в СНГ есть восьмерка. Это восемь седативных трав с обезболивающим эффектом в том числе. Вот это алгоритм отхода ко сну. Это очень важно. Третий пункт, третий пункт, это коррекция эмоционального фона. Это если произошло беда. Это если произошло что-то непоправимое, с чем вы не можете смириться. Это если вы в такой депрессии, что вы не видите просвета в будущем. Это если вы каждое утро просыпаетесь и понимаете, что вы не хотите вообще. А можно не сегодня. Ну, в общем, вот в таких ситуациях. Это тогда, когда ты не веришь, что вообще есть счастье, и ты вернешься в состояние счастья. Вот именно эти моменты, которые я описала, когда ты не веришь, что ты когда-то будешь счастливой. Вот надо добавить, друзья. Можно всё решить, в том числе интеллектуально. Можно повлиять на биохимию, чтобы она повлияла на психику. И наоборот. Вот мы можем это сделать, поэтому у нас есть предшественник серотонина. Можно просто использовать продукты, богатые аминокислотой триптофан. Например, это молочные продукты. Например, это творог. В твороге достаточно большое количество аминокислоты триптофан. Триптофана также много в яйцах, в морской капусте, в соевых продуктах. Но также можно готовый продукт использовать 5-гидрокситриптофан. Это такой природный антистрессовый, ну, точнее, антидепрессант природный. К сожалению, в Европе очень много сейчас украинцев. В Европе это стресс от новой территории, стресс от того, что там происходит, дома. Ну, в общем, нет этой 5-пятёрочки. Но я сейчас вам подскажу, чем другим пользоваться. В СНГ пятёрочка есть, в Америке пятёрочка есть, 5-гидрокситриптофан. Как это работает? Надо дать дополнительно В6 и цинк, который уже заложен в формулу, чтобы из 5-гидрокситриптофана сделали серотонин. Клеточки сделали серотонин. А из серотонина уже сделают мелатонин, если вы серотонин. А это биологически активный амин, который даёт ощущение внутреннего счастья, внутреннего солнца в любых ситуациях. А вот, если не зарасходовали за день, то из серотонина делается мелатонин, и вы спокойно сможете заснуть. Ну, полегче будет вам засыпать. Ну, история такая о дозировке 5-гидрокситриптофана. Пробуем по одной-два раза. Если вообще никак не чувствуете никакого облегчения, значит, по 2-два раза. По 3-два раза. По 4-два раза. А вот одна моя знакомая, она на дозировке 16 капсул, 16 капсул в день, находила в себе силы что-то делать. Что-то делать. Потому что, ну, просто лежать в постели и умирать, это, конечно, очень круто. Вот. Простое решение. Но иногда нужно собрать свои яйца в кулак, вот, и что-то делать всё-таки. Вот. И если вам 5-гидрокситриптофан позволит этим заниматься, действием, то это очень хороший выход. 5-гидрокситриптофан. Так. Коррекция эмоционального фона. Дальше, следующий пунктик. Смотрите, какая ситуация. Я вам уже объясняла, что мы берём холестерин с помощью витамина С, отламываем от него хвостик. И мы получаем много предшественников. Например, пригненолом мы получаем, из которого делаем прогестерон. А прогестерон — это такой гормон, он может сливаться в кортизол, если сейчас очень нужны стрессовые гормоны. Он может сливаться в альдостерон, если сейчас стресс хронический и нужна система контроля артериального давления и так далее. И он может идти на производство женских и мужских половых гормонов. Точнее, мужских, а из мужских делаются женские половые гормоны. Но догадайтесь с трёх раз, что важнее для организма — размножение, производство мужских и женских половых гормонов или выживание. Конечно, главное — выживание. Поэтому у многих женщин в момент, допустим, боевых действий каких-то вообще нет месячных. Всё останавливается. Поэтому смотрите, какая ситуация. Нам нужно так сработать, чтобы у нас был дополнительный источник пригненолона, а это клубенёк под названием дикий ямс. Я всегда о нём говорю, его очень люблю. Из него делается дополнительное количество пригненолона и прогестерона. И этот прогестерон, да, пусть он идёт на стрессовые гормоны, пусть, но тогда стрессовых гормонов будет достаточно, не будет вот этого истощения. То есть мы даём дополнительную поддержку системе, когда даём предшественник пригненолона, а именно диаскорея, действующее вещество диасгенин. Вот. По одной-два раза, по две-два раза. Честно говоря, здесь тоже с дозировкой можно не церемониться, потому что у нас сейчас непростое время. У нас сейчас время, когда все системы на грани выживания. В первую очередь стрессовые системы. Дальше. Следующий пунктик, который себе запишите, пожалуйста, это магний. Магний. Бывает гормон, допустим, стрессовый гормон подходит к клетке мишени, той клетке, которую он заставит работать, чтобы организм выжил и вышел из стресса. Убежал или, наоборот, спрятался. Острая фаза — это драться или спасаться бегством, а хроническая фаза — это спрятаться за камнем, тихо-тихо сидеть, не дышать почти, почти не выделять мочи, не есть, лишь бы враг не заметил. Понимаете, вот такая логика в организме. Так вот, когда мы говорим о дистрессе, вот это вот второе, о чём я говорю, то есть это замедление всех функций. А теперь представьте себе клеточку, к которой пришёл стрессовый гормон, и он чего-то от неё хочет, хочет запустить в ней процесс. А клетка, она обязана реагировать, она хочет реагировать, но она не может реагировать. Потому что, чтобы ей отреагировать, у неё должен быть ресурс. А основной ресурс в клетке — это энергия. А если энергии нет, то клетка, на неё будет работать гормон, а в клетке ничего не будет происходить. Поэтому мы даём при стрессах магний. Магний. Почему? Потому что в клетке может быть запас энергии АТФ, аденозин-3-фосфат. Но чтобы вскрыть эту консерву с энергией, чтобы вскрыть, нужен магний. Потому что сейчас в современное обучение в медуниверситетах прям запрещено говорить АТФ, потому что это не отражает действительность. Говорят магний АТФ, потому что без магния АТФ не срабатывает. Но если в среде есть магний, то из АТФ образуется АДФ, то есть один фосфорный остаток выделяется с образованием большое количество энергии для клетки. Поэтому магний очень важен. А магний я рекомендую хилатную форму. Вот та хилатная форма, которая используется в НСП, она очень хорошо работает. Вы можете использовать по 2 раза, это 400 миллиграмм в сутки. Вы можете использовать в 2 раза больше. Сейчас такое время, когда вы можете магний использовать в 2 раза больше, и вам за это ничего не будет. Вы можете использовать 800 миллиграмм в сутки. То есть это не по 2-2 раза, а по 2-4 раза получается. Но единственное, если вы на этом магний, в такой дозировке чувствуете послабление стула, ну не имеет смысла. Сделайте минус 2 капсулы, допустим, пусть будет 600 миллиграмм. И какое-то время, месяц, посидите на этих 600 миллиграмм, а потом уходите на профилактическую дозу по 2-2 раза 400 миллиграмм. Вот, понятно, зачем магний, да? Понятно, зачем магний. И шестой пунктик себе запишите. Мы, вы, мы все не имеем права не кормить самые напряженно работающие органы. Я сейчас молчу вообще о сердечно-сосудистой системе и о головном мозге. Вот я сегодня, моя задача стрессовые механизмы сегодня оценить, вот, помочь вам оценить. Мы должны накормить надпочечники, яичники и щитовидную железу. А для этого в вашем питании не должно быть дефицитов по витаминам или даже, можно так сказать, ваше питание должно быть перенасыщенной витаминами. Если там какая-то часть витамином выписится, то есть ткани не успеют взять, пусть будет так, пусть будет так, так лучше, чем если не хватит. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому любой поливитаминный продукт, который у вас есть в наличии, есть в наличии НСП, я смотрю, что героически буквально удерживают все склады, работают просто в невероятных условиях, друзья, я не знаю, это тоже определенного сорта героизм такой. Вот, и стараются, чтобы были продукты всегда на складах. Суперкомплекс есть на всех рынках. Мегахелл, друзья, вот кто в Украине? Мегахелл, это для вас витамин выбора, потому что по одной три раза вы просто сверхом перекрываете все дефициты. И сейчас буду еще говорить о адаптогенной функции мегахела, потому что там внутри есть суспензия тимуса и суспензия надпочечников крупного рогатого скота. Это уже для тех людей, которые угодили между фазой три и два на грани истощения коры надпочечников. Мегахелл также есть в Соединенных Штатах Америки. Вот, Б-комплекс, друзья, кто переехал в Европу? Б-комплекс, европейцы все, пожалуйста, сейчас время Б-комплекса, потому что витамины группы В — это количество энергии в любой клетке. И если специально, вот я иногда показываю картинки, откуда можно взять витамин В, вы не будете есть дрожжи пивные, к примеру, вы не будете полусырую печень, где ее сейчас брать, есть, вы не будете зародыши пшеницы есть, к примеру, да, вы не будете устрицы сейчас есть и мидии. то есть витамины группы В очень сложно добыть. А любой стресс убивает нормальную микрофлору кишечника, которая, ну, хоть как-то могла вам делать эти витамины группы В. Любой стресс, даже, ну, не знаю, на красный свет перешли дорогу, и уже кишечная микрофлора полегла на 50%. А сейчас, я не знаю, нам всем придется восстановить кишечную микрофлору. Поэтому, пожалуйста, Б-комплекс. В Украине есть нутрикалм. В Украине нутрикалм. Это тоже фактически Б-комплекс. Переводится нутри, внутри, калм, спокойствие. Вот. Это обязательный пункт. И последний пункт, запишите себе, адаптогены. Что такое адаптогены? Адаптогены. Это такие штуки, которые позволяют выжить вот эта гипоталама, гипофизарной надпочечниковой системы. Позволяют наши стрессовые механизмы поддержать. Поэтому, они называются адаптогены. Самые знаменитые адаптогены это радиола розовая, это ашваганда, женьшень, кардицепс, китайский гриб. А также добавки на основе надпочечников животных. Помните, я вам говорила про 5-гидроксидриптофан? Есть большое количество других товаропроизводителей, которые просто в чистом виде 5-гидроксидриптофан выдают. Вообще не понимаю зачем. 5-гидроксидриптофан производства NSP это фактически в большей степени адаптоген. Читаю состав. На первом месте корень элеутеракока колючего адаптогена. Потом кора суммы адаптоген. Потом сам 5-гидроксидриптофан его там всего лишь 350 миллиграмм. Но он работает вместе с адаптогенами. И для того, чтобы 5-гидроксидриптофан превратился в серотонин, положили цинк и положили витамин В6. Потому что без этого никак. Поэтому если вы возьмете для себя пятерочку на вооружение, тогда вот это и есть адаптоген. Но в Европе есть шикарные, мощные, с сложным составом адаптогена. Вот, например, просто называется ашваганда. Но это не просто ашваганда. Друзья, вот кто у меня из Европы слушает? Экстракт корня ашваганды, экстракт листьев бакопы, это для мозгового кровотока очень важно. Экстракт корня радиола, это все в одном. И порошок плодов лимонника. Это все адаптоген, это смесь адаптогенов, которые позволяют выжить в центральной нервной системе. Вот, и для европейцев есть просто невероятно шикарный адаптоген под названием иммунная формула. Да, в Европе нет дикого ямс. Ну, но зато есть ашваганда и иммунная формула. Друзья, набирайте себе какой-то сейчас минимум, который позволит просто на самом деле выскочить эмоционально из этого состояния, чтобы вы были более работоспособны и приспосабливаемы. Итак, иммунная формула. Уж не знаю, кто ее составлял, но это шедевр. Туда входит кардицепс китайский гриб, туда входит майтаки тоже грибы и рейши. Рейши это вот та самая гонодерма. Каждый из них это очень серьезный вклад в иммунную систему человека. Каждый из них это высший гриб, который подавляет деятельность низших грибов. Каждый из них это вклад как адаптогенный вклад в гипоталамо, гипофизарную почечную кровь систему. Но это еще не все. Туда еще добавили готовые антитела. Это молозиво. Поэтому шикарный просто продукт, иммунная формула. Распробуйте европейцы, используйте пожалуйста, потому что у нас с вами есть совершенно уникальные вещи. Огромное количество людей, которые приехали в Европу, здесь очень сложные условия, потому что все новое для них это эвакуированные люди и ищут каким образом они могут продолжать пользоваться теми продуктами, которые действительно помогают. поэтому я подготовила конспект здоровья. Я его выложу в чат поддержки для Европы, есть чат поддержки для Европы, прям вот европейский, а также я вам покажу где можно увидеть обычный конспект здоровья, тот так называемый классический. Так, Мегахел уже говорила, про Мегахел сказала, что это полный набор силатных форм всех витаминов и всех минералов. И вот для людей, у которых совсем сложно со стрессовой ситуацией, еще экстракт надпочечников. Итак, повторяем, повторяем алгоритм отхода ко сну. Обязательно прогуляйтесь на ночь, не игнорируйте, пожалуйста. Ложитесь спать сегодня в одно и то же время и просыпайтесь в одно и то же время. На ночь используйте седативные травы, пусть это будет хорошей привычкой. Вставайте в одно и то же время. Снимайте мышечный стресс, об этом не рассказала. Смотрите, наверное, вы замечаете, что стресс это, я замечаю на диафрагме, честно говоря. Я, когда читаю новости, у меня все здесь пережато, я не могу не читать новости, я не могу не быть в ситуации, но я чувствую, что у меня даже дыхание поверхностно, потому что самая чувствительная мышечная в моем теле диафрагма, она просто как камень. Это только то, что я могу почувствовать. А трапециевидные мышцы, а мышцы передней брюшной стенки и так далее, в общем, все мышцы в зажатом состоянии. Если у вас есть опыт, у кого-то в йоге, у кого-то в саматике Ханны, саматику Ханны я готова вам подарить, потому что это такой, наверное, самый правильный способ справиться с этим мышечным стрессом, но я сейчас расскажу, где это можно взять, это мы давно выложили уже в открытом доступе, и люди пользуются, люди пользуются даже в подвалах, когда сидят в бомбоубежищах. Вот, снимайте мышечный стресс с помощью мышечных вот таких вот медленных упражнений, которые я сейчас вам дам доступ, а также с помощью магния, это очень важно. Старайтесь использовать ту еду максимально лучшую, до которой вы можете дотянуться, и используйте максимально качественную для себя еду в определенные временные промежутки, потому что это тоже очень важно. Когда организм в стрессе, глаза у него в стрессе, уши у него в стрессе, мозг в стрессе, но есть клетки, которые, если они получают в одно и то же время какой-то определенный, желательно самый лучший набор питательных веществ, тогда клеточного стресса меньше. Мы в этом заинтересованы. Встаньте в режим жизни. Когда все нарушилось, нужно в этом нарушенном приспособиться и встать в определенный режим жизни. Самые главные моменты — время пробуждения, время отхода ко сну и время принятия пищи. Друзья, это очень важно. Это очень важно. Вот. Знаю, что вы знаете классические конспекты здоровья. За вот это вот время, что вот сейчас происходит, мы сделали огромную работу, потому что, видите, социальные сети не работают, YouTube не работает, ничего не работает. В общем, я не хочу, чтобы те знания, которые я собирала, собирала, через себя проводила 10-15 лет, чтобы они где-то просто валялись и устаревали и так далее. Поэтому мы решили собрать всё в одно место. Что такое всё в одно место? Мы создали приложение, и в этом приложении мы аккумулируем все-все-все материалы, мои большие лекции, мои маленькие минуточки, пятиминуточки, мои тексты, мои курсы и так далее, и так далее. И это общая поисковая система по здоровью. Называется приложение «Старости нет». И вот конспект здоровья номер 4, что делать при истощении коронодкочников, находится в этом приложении. Чтобы не валялось где ни попадет, всё это будет в приложении. Сейчас расскажу, как найти это приложение. Но заканчиваю тему по стрессу, я должна сказать, что существуют готовые наборы. Кто любит пользоваться готовыми наборами для СНГ, это набор, который называется антистресс, всё, что я рассказала, всё, что мы обсудили, в нём есть, кроме строительства клеточных мембран, а это омега-3 и лецитин. А так всё есть. 5-гидрокситрептофан, магний, комплекс валерьяный и витаминный комплекс. В Европе такой набор называется релакс-набор. И в нём 2 омеги-3, 1 лецитин, в нём год укола, это трава, которая улучшает отток крови от головного мозга. Это очень важно, потому что там центральные органы управления. Комплекс валерьяный, магний, туда входит витаминный группа В, В комплекс и витамин В-3. Это очень хороший набор, можете с него начинать. Вот, а теперь, я не знаю, насколько хорошо, может быть, у меня показывает хороший интернет и возможно, возможно, эта запись сохранится, поэтому показываю вам сцену экран. Друзья, смотрите, в шапке профиля, в шапке профиля в инстаграме есть одна единственная активная ссылочка. Вот вы проходите и она же, друзья, сценный экран, сейчас покажу, она же находится под сегодняшним эфиром в ютубе. Я иду под сегодняшний эфир в ютубе и вижу демо-версия приложения старости нет и открываю эту демо-версию приложения старости нет. Вам предлагается, не буду это делать, кликнуть и завести свой номер телефона и попасть в эту демо-версию. так я сейчас с вами не попаду туда, потому что меня выбросило, короче говоря, перезагрузила компьютер и у меня нет заготовочки. Ну ладно, или сейчас попробую сделать, секундочку, извините, сейчас попробую сделать. покажу вам, как это делать. Вводите номер телефона и вам предлагают перейти в само приложение. Сейчас попробуем, как это работает. у кого-то уже получилось. Смотрите, когда вы все сделали правильно, зашли в демо-версию этого приложения, то у вас что происходит? у вас на экране сразу открываются классические конспекты здоровья. Вы ищете четвертый конспект здоровья, который называется «Что делать при стрессе?» и вот все, что я вам сказала, сегодня я немножко больше сказала, но все, что я вам сказала, есть в этом конспекте здоровья. Также вам будут доступны несколько функций «Умный шеф-повар». Что мы положили в эту функцию «Умный шеф-повар» в приложении? Покликайте и найдете. Мы положили много вариантов завтраков, мы положили много вариантов обедов, много вариантов ужинов и десерта. Вам будет открыта функция «Умный кинотеатр». Там находится вот та самая соматика Ханны, те самые медленные, на мой взгляд, нудные упражнения, которые позволяют, ну мне позволяют сохранить мозг, честно говоря, потому что пока ты это делаешь, это фактически телесная такая медитация. И заодно центральная нервная система раскрепощает те группы мышц, которые очень-очень сильно сокращены. Вам доступна функция «Аудиозал». Что такое функция «Аудиозал»? Мы туда собираем аудиоподкасты. Какое-то количество аудиоподкастов я уже сделала, и весь свой материал, который у меня накоплен за эти 15 лет, мы тихонечко переведем в аудиоподкасты, и аудиозал будет постоянно расширяться. И когда вы ведете машину, когда вы шьете, когда вы что-то такое делаете, вы можете просто слушать. И, конечно же, конспекты здоровья. И, конечно же, конспекты здоровья. «Чего у вас нет под рукой?» Вот, видите, сейчас я показываю, сейчас показываю, как сюда попасть. «Чего у вас нет под рукой?» Там есть множество функций, которые мы задумали для того, чтобы было общение. Вот, видите, пошло, пошло, пошло. Для того, чтобы было общение. Например, вы можете заказать консультацию, 15-минутную консультацию с одним из кураторов системы старости «Нет». Для чего эта консультация? Это уже не демо-версия, это если вы решите идти дальше с нами. Раз в месяц заказывайте вот эту консультацию у куратора системы старости «Нет». Для того, чтобы понять, с чего начать. Просто поговорить с живым человеком, рассказать, что не так, для того, чтобы вас сориентировали. Сначала делаем это, потом это, потом это. Что там еще будет? У нас есть функция «Лаборатория». Вы можете сдать те анализы, которые мы рекомендуем, и опять-таки заказать общение с куратором, чтобы куратор помог вам разобраться. Причем мы просим сдать эти анализы не для того, чтобы поставить диагноз или что-то еще, а для того, чтобы показать «Смотри, у тебя идет патологический процесс, это еще не болезнь, но если ты ничего не будешь делать, будет вот так, вот так, вот так, это будет болезнь». Когда человек понимает, ну вот, например, лишнего веса, когда человек не понимает, что его 10-20 килограмм лишнего веса это проблема, тогда я прошу сдать эти анализы и показать уже в анализах, что это проблема на границе с инсулинорезистентностью или с сахарным диабетом. Вот для этого нам надо. вот, что еще у нас там будет? У нас там будут сейчас, друзья, хотела красиво вам показать, но что-то у меня не получается. Вот-вот-вот перейти. Вдруг получится. В общем, мы задумали приложение как умный дом. Умный дом заходишь, вот-вот у меня получилось. Смотрите, у меня открылось, да, и я открываю на полный экран открыть и сейчас еще раз вам проговорю какие есть уже функции. Мне очень нравится приложение тем, что все в одном месте и мне самой не нужно бегать в разные места. Боже, статья здесь, видео здесь, аудио здесь. Вот смотрите, открыла все конспекты. Это самые главные в демо-версии, когда вы все делаете верно, вам открываются конспекты здоровья. Раньше они лежали где-то на гугл всяких полочках, а теперь это лежит все конспекты здоровья всегда будут лежать в открытом доступе в этом приложении. И на ваш четвертый, как побороть стресс, профилактика, лечение, истощение коренотпочников. Я его немножечко поменяю, чтобы еще был файл для Европы и для Америки в ближайшее время. Вот сейчас он в старом виде. Нажимаем на этот трехслойный бутербродик и смотрим. Ага, шеф-повар, нажимаете на шеф-повар. Завтраки, обеды, ужины. Все это есть, все это уже красиво оформлено. Даже думать ничего не надо. Вот, например, я хочу на завтрак тушеные шампиньоны. И, пожалуйста, как это выглядит. Очень-очень круто и классно. Дальше давайте посмотрим, какая еще есть опция. Умный кинотеатр. Умный кинотеатр здесь соматика Ханны, друзья. Чтобы вы быстро нашли, кликайте на умный кинотеатр. Соматика Ханны это упражнение на переднюю поверхность туловища, самую сократимую, на заднюю поверхность туловища, пояс верхних конечностей, пояс нижних конечностей. Это упражнение на шею. И кошачьи подтягивания как такое большое консолидирующее утреннее упражнение для того, чтобы вы его сделали и уже в другом состоянии тела продолжали свой день. Можете делать на ночь, очень хорошо засыпается под них. Магазин витаминов, только платная функция, лаборатория, только платная функция, косметический кабинет. Ну, здесь будут тоже, по-моему, только платная, мы пока не решили. Фитнес-клуб уже работает, фитнес-клуб онлайн. Невероятные крутые кардио-тренировки на 7 дней в неделю. То есть вы можете понедельник, вторник, среда, четверг, до воскресенья сделать, в понедельник опять вернуться к первому дну на все группы мышц. Ведет непревзойденная крутая Анастасия Ручинская. Аудиозал, подкасты к вашим услугам. Видите, тут уже очень много подкастов, можете выбирать и слушать, можете подряд слушать. Так, что еще у нас тут есть? Библиотека здоровья. Это закрытый материал, задуманная библиотека здоровья, как гугл-поиск. То есть вы забиваете, допустим, бессонницу, и вам выпадает ряд статей, в том числе конспект здоровья, на эту тему. Так, чтобы, да, все статьи написаны мной, если не мной написано, то отредактированы точно мной, то есть это такая проверенная информация от меня, библиотека здоровья. Про консультации сказала те люди, которые используют платную версию приложения, а она стоит 9 евро в месяц, раз в месяц имеют доступ к бесплатной, входящей в это приложение консультации куратора. А куратор, это человек, который уже заинтересован в вас, он один раз вас проконсультировал, если вы обращаетесь к нему повторно, он уже вас помнит и проводит, проводит, проводит к состоянию более высокого уровня здоровья. Вот это то, что мы создали сейчас на данный момент времени, мы, это невероятная команда, это Ирочка, Мэри и я, это девочки из разных стран, это девочки, которые консолидировались, которые вместе, которые не растерялись, и просто продолжаем делать то, что можем. Вот, можем мы вот это. Очень крутой вариант, поэтому погуляйте по демо-версии, если вы понимаете, что жить без нас не можете, вот, а мы будем уходить из социальных сетей, видите, что бесполезные попытки, не имеет смысла делать бесполезные попытки. Мы тихонечко перейдем на работу в приложении, мы воспитаем новых кураторов, системы старости нет, а и приложение будет, наверное, самым мощным, самым, востребованным для здоровья. Вот. Если есть вопросики, то с удовольствием отвечу на ваши вопросы, только вряд ли, недолго. Сейчас я посмотрю, что у меня все-таки с ютубом. Знаете, у меня небольшой опыт в применении лекарственных средств, вот, как бы, совсем небольшой. Я 15 лет назад, это был мой выбор, уйти от лекарственной терапии, потому что я видела большое количество побочных эффектов, литрогений и так далее. Поэтому я сконцентрировала своё внимание на условно здоровых людях, да, вот, это не те, которым нужно оперативное вмешательство, лекарственные препараты, и стала работать самыми безопасными средствами. Самое безопасное средство это питание и физическая нагрузка, стиль жизни, и следующее по безопасности это травы, витамины. То, чем я занимаюсь, называется дезинтоксикационная метаболическая терапия. Как стать моим учеником? Мы сейчас не добавляем новых студентов, не добавляем новых студентов, потому что не то время. Мы сейчас сохраняем информацию, поэтому вы можете просто стать владельцем приложения, потихонечку изучать информацию, и как только мы будем готовы к приему новых студентов, конечно, мы будем этим заниматься. Хорошо, друзья. Вот. Что мне еще вам такого сказать? держимся, держитесь, пожалуйста. Все будет хорошо. Просто надо каждому из нас нужно выжить. Каждому из нас нужно выжить. Когда вы более-менее в нормальной форме, вы поможете выжить своей семье. Вот. И каждый из нас должен делать для окружающих максимум того, что может. А если ничего не может, по крайней мере, не мешать. Всех люблю, всех целую. И до новых встреч. До новых встреч.